Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня у меня для вас просто обалденное обновление в хорошей пицце, отличной пицце. Просто посмотри, что у нас тут теперь есть. Это у нас новая социальная сеть, посвященная хорошей пицце, отличной пицце. И мы можем, собственно говоря, сделать своего персонажа, бесплатно меняя на Чинаски. Вы можете меня, естественно, добавлять, дорогие друзья, с удовольствием. Ага, смотри-ка, кто-то уже, какой-то хитрый подписчик, видимо, уже забрал мой ник. Ну, давай, давай, как обычно, назовем в... Ой, места не хватает, слушай. Блин, я не ожидал такого. Ладно, давай назовем с тремя С, Чинаски. Вот так вот. Оскорбительные слова запрещены. Понятно. Эээ... Ну, я теперь даже не знаю, ребят. Чинаски-и-и. Во, вот так давай. Три и в конце, ребят. Добавляйтесь. Сложно было нам выбрать ник, походу, потому что, опять же, многие заняли мой ник какой-то. Ну вот, но вы можете меня добавить по нику Чинаски-и-и. Эээ... Давайте, чё себе здесь, прикидик какой-нибудь оформим, наверное. Я не знаю, лицо обычное, тело обычное, наверное. Волосы какие-нибудь приколдесные, вот такие, например. Есть какие-то бакенбарды и усы. Есть... Давай тёмные волосы сделаем. Ну, не такие. Вот такие вот примерно, да. Кстати говоря, здесь ещё можно лицо сделать, смотри. Вот такое-такое-такое. Ну, давай, обычное лицо, в принципе. В принципе, брови, кстати говоря, тоже можно сделать. Ну, мне такие, кстати, больше нравятся. Мне кажется, такие поменьше немножко. Голова... Ну, вроде бы норм. Вроде бы норм, ребят. Так, одежда. Давайте себе тоже, прикид, какой-нибудь поприкольнее. Вот такой, например, в худаке. Нормас. Аксессуары... Какие-то такие себе, ребят, честно говоря. Ну, чё, можно, в принципе, взять себе вот наушнички. Пускай будут. Пофиг. Так, аватар успешно сохранил он, ребята. Можете меня добавлять. Буду добавлять всех подписчиков обязательно. Специально для подписчиков у меня всегда, так сказать, добавление бесплатно. Вот. Ну, как бесплатно? За лайк, ребята. За лайк. Подписочка, лайк. Вот это вот всё. Погнали. Давайте смотреть. Задание есть. Ах, да. Кстати говоря, нам нужно ещё обязательно сегодня вот это сделать. Хм. Стоп. А куда это меня начало перекидывать? Смотрите. Так, давайте зайдём к Коутсу, а потом посмотрим, что там начало происходить у нас на главном экране. Так. Раз, два. Как обычно, первые находятся очень легко. Три, четыре. И последний пять. Найс. Довольно быстро. За восемь секунд нашли. Хорошо. Что вот это такое? Ага. Ничего, походу. Здесь. Ух ты. Смотри. А здесь, оказывается, ещё какой-то приз есть. Какое-то яйцо можно получить. Блин. Так. Я не могу, да? Мне надо обязательно все три собрать для того, чтобы... Собрать вот коробку, я так понимаю. Слушай, ну, походу, да. К сожалению. Жалко, жалко. Но ничего страшного. Ничего страшного. Разберёмся. Учуял бекон. Без вопросов. Беконная пицца и ананасовая пицца. Это, в принципе, изи-заказ. И то, и другое. Беконная одна и ананасовая одна. У нас, кстати, очень много, ребят, денег. Я пока, если честно, хочу продолжить их копить. Ну, не знаю. Мне прям почему-то хочется. В принципе, мне не особо напряжено сейчас всё это делать. Я думаю, что потом сразу купим, может быть, несколько вещей или типа того. Так, ананасовая пошла. У нас ещё и супер печка есть. Так что у нас вообще всё, в общем-то, нормалдес, как мне кажется. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо, готово. Ананасовая отправляется сразу в подогрев. Что у нас дальше? Смотри, две куриные. Я, в общем-то, могу на самом-то деле две куриные сделать сейчас. Ну, точнее, начать их делать хотя бы. Давай сделаем хотя бы заготовочка. Потому что, ну, типа, настроение у него ещё есть. А я хочу, чтобы мне осталось, ну, немного делать. Останется только курицу положить. Так, беконная пицца готова. Держи, пожалуйста. Нейс. Хорошо. Погнали дальше. Угу. Не рассказывай, никому хочу ананасовую пиццу с песта... Эээ... Хорошо запечённая. Значит, песта... Хорошо запечённая ананасовая. Не вопрос. А здесь две куриные. Тоже не вопрос. Так, давайте ананасовую я сразу сделаю, чтобы не забыть. Но, в принципе, ну, как бы я могу уже положить её в печь, но я не буду этого делать пока что. Пока что мы с вами делаем курину. Давай, поехали. Сразу сделаем курину на следующую доставочку. И потом уже можно будет и ананасовую положить тоже в печку. Г. Раз, два, три. Раз, два, три. Готово. Найс. Первая пошла. Вторая пошла. Третья пошла. Пошла, я сказал, блин. Пошла. Всё, найс. Раз, два, три. В подогрев. Раз, два, три. В подогрев. И это на второй заход. Чё у нас по последней? Вегетарианская одна, да? Окей, давай этот заказ сначала отдадим. А то он у нас уже почти что всё. Поэтому надо его обязательно отдать. Найс. И, собственно говоря... Держи, пожалуйста. Отлично. Дело сделано. Идём дальше. Так. Намажьте меня беконной пиццей. Без вопросов. Значит, беконная пицца и вегетарианская пицца наш заказ. Хорошо, хорошо. Вегетарианская подразумевает, что сыр тоже надо положить. Поэтому здесь мы кладём и то, и другое. Сыр есть, сыр есть. Беконную сразу же сделаю. Слушай, если честно, надо ещё смотреть на время. Потому что первая доставка уже... А, ну у нас ещё есть время. Нормально. Главное, чтобы не пропустить вторую доставку. Вот я к чему. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Беконная пошла. А мы тем временем спокойненько себе делаем вегетарианскую. Расселось бы, ребята, мне реально... Слушай, может быть, в следующем видео уже купить себе какой-нибудь этот начиночку для... Блин, или в этом видео купить? Слушай, я вот уже, если честно, думаю, и мне уже хочется, честно говоря, купить что-нибудь овощное. Вот честно признаюсь, уже у меня есть такое желание, потому что капец, я задолбался. Либо сладкий перец, либо грибы. Вот одно из двух. И мне кажется, грибы это более хороший вариант, потому что... Так, раз, два, три. Потому что сладкий перец, он идет в овощные, а грибная, он идет и в овощные, и еще и в грибные. То есть, в грибную пиццу. Что тоже, в общем-то, мне кажется, довольно-таки важно. Так, найс. Сразу принимаем курину. Хорошо, через час уже приедет следующий доставщик. Здравствуйте, у меня экзотический вкус. Думаете, вы сможете приготовить мне пиццу с тайским цыпленком? Хммм, надо подумать. Я не знаю, можно ли переспрашивать здесь, ребят. Вполне возможно, что это, знаете ли, один из тех привередливых клиентов, кого нельзя переспрашивать. Поэтому давайте просто я сделаю так, как подсказывает моя интуиция, в скобочках. Как я просто узнал, надо сделать. В любом случае, да, делаем обычную эту пиццу. В любом случае, кладем курицу, потому что это цыпленок. Соответственно, курица здесь в любом случае должна быть. А также добавляем несколько пряных, так сказать, этих ингредиентов. А именно, лук. Ну, даже не совсем пряных, надо, наверное, сказать. А просто что-то похожее, реально, наверное, на какое-то такое азиатское блюдо, знаете ли. То есть, вот лук и базилик. Это у нас и есть тайский цыпленок. Кладем в печку. Готово. Так, а мы тем временем, давайте положим еще баклажанчики. И быстренько еще положим вот это. Вот это. Слушай, а может быть вообще всю ее даже сделаю сейчас, чтобы чисто, так сказать, времени терять. 69% там сейчас. Не, давай лучше я ее отдам. Раз, два, три. Не очень красиво сделано, пофиг. Лучше отдам, потому что не очень много времени осталось свободного. 4.75 пойдет. Нормас, нормас. Здесь хорошо. Все нормально. Следующая доставка прибывает. Две куриные готовы. И мы принимаем последний заказ на вегетарианскую. Все нормально, ребята. Все хорошо. Так, ну что? Я устал от общественных ограничений, чувак. Хочу что-то дикое. Пшеничную пиццу без соуса, без сыра, с луком на дно, сосиски. О май гад. О май гад, ребята. Ну, конечно, некоторые заказы это просто ужас. Ну, ладно. Как он пожелал такую пиццу, я ему такую пиццу сделал. Так, а я тем временем сюда еще положу кукурузку. Окей. И вроде бы дело сделано. Кажется, положил все, что нужно. Найс. Так, ну и вот это вот недоразумение просто какое-то мы с вами тоже кладем. Раз, два, три. И это в печку. Недоразумение тоже режем и отдаем. Найс. По-моему, все норм. По-моему, все норм. Мы с вами отработали всю доставку тоже. Так, она у меня принята. Все хорошо. Поехали. Что мне нужно? Должно быть пепперони. Так, половина пепперони и половина с луком. И с песта. Так, песта. Половина пепперони, половина лук. Ну, без вопросов. Вроде бы довольно нормально. Половина пепперони. Половина лучок. Да. Давай, наверное. Блин, я не знаю. С одной стороны, реально очень... Я сейчас подумаю, ребята. Я сейчас подумаю. Может быть, реально купим с вами автокладку. Ну, потому что, капец, как задалбывает, если честно, класть все эти начинки. Хочется как-то это все ускорить немножко. Поэтому я думаю, что это будет разумным решением. Тем более, 500 бачинских у нас с вами остается. Про запас еще. Опа. Новая вывеска, походу, к нам приехала. Хорошо. Здесь у нас еще денежки. 75 баксов. О май гад. Сколько же мы богатые с вами. Это просто ужас какой-то. Так, вегетарианская. Пожалуйста. Найс. Тысяча сто баксов почти. О май гад. Так, ветчина и кукуруза отлично идут с соусом песто. Пицца с соусом песто, с ветчиной на одну, кукуруза на другой. Не очень заказ, но пойдет. Ладно. С ветчиной на одной, с кукурузой на другой. Хорошо. Ага. Ветчина пошла. Очень хочу скинуть какую-нибудь на ветчину, ребят. Потому что ветчинка как-то, конечно, немножечко так себе выглядит. Хочется как-то ее более красивой. И кукуруза, на самом деле, тоже мне не очень нравится. Если уж так честно говорить. Хочется как-то это более, чтобы кайфово выглядело. Раз, два, три. Отдаем. Найс. Вроде бы готово. Все. Держи, пожалуйста. Ну, дело сделано, друзья. И мы с вами закончили еще один день. По-моему, прекрасно просто. Просто замечательно. Сто баксов заработали. Отдаем 30 за подогрев. Ну, че? Блин, даже не знаю, ребят. Давайте, короче, сейчас подумаю. Хотел я уже купить. Ребята, автоукладчик перезашел в игру. А у нас-то здесь открылась четвертая глава. Сотый день и четвертая глава. Тогда автоукладчик, пожалуй, все-таки у нас переносится. На следующий раз, друзья. Сегодня давайте изучать главу без автоукладки. Хочу более подробно ее изучить. Как победитель премии «Платиновый пирог» у Чинаски становится самой крутой пиццерии. Клиенты стоят в длинных очередях, чтобы попробовать лучшую пиццу Пицца-кона. К другим новостям. Городской совет с нетерпением ищет нового землевладельца для участка, на котором находился Пицца-кон. Кто будет тем самым? Вот и все на сегодня. Угу, кто будет тем самым? Вопрос хороший. Смотри, там все вообще разруха полная. Похоже, этой войне с яйцами нет конца. Ты ходил сегодня на яичную охоту? Да. Здорово. Тогда можно вычеркнуть еще одну вещь из моего списка, делал. Тогда я отправлюсь собирать морковь. Давай. Постоянно что-то заходит, спрашивает, спрашивает. Ладно. Так. Смотрим. Так. Заврум грибна. Принимаем. Две грибные пиццы. Спасибо вам о грибной. Хе-хе. Слушай, я так смотрю, что... Несмотря на то, что четвертая глава началась... Блин, купить что ли? А, я не могу купить автовкладку сейчас уже, да? Пофиг. Так, что там две грибные, да? А, и здесь три грибные получаются у нас. Прикольно. Блин, вот было бы прикольно сейчас реально купить автовкладку грибов. Это было бы просто топчик. Ну ладно, ничего страшного. Сегодня у нас вот именно открытие четвертой главы. Надо будет обязательно все-таки купить. Блин, надо обязательно. Реально. Прям вот стопудово надо в следующей серии купить автовкладку. Потому что, ну, это просто ужас. Иначе вот так вот все вручную выкладывать. Это просто какой-то кошмар. Окей. Раз, два, три. Раз, два, три. Делаем то же самое. Теперь не особо важно отправлять пиццу прям сразу же в печку. Потому что у нас очень быстрая печь. Она реально справляется буквально за секунды. Поэтому я не могу сказать, что это будет большой проблемой. Закинуть сначала одну. Потом вот ждем немножечко вторую. Потом вот ждем немножечко третью. Тем временем мы режем первую. Кладем в подогрев. Режем вторую. Блин, хотя бы вот автонаризатор было бы купить тоже неплохо. Потому что это тоже бы экономило времени. Не слабо на самом-то деле. Ну да ладно. О, слушай, а что... А что это началось-то здесь? Я не понял. Что-нибудь с тропической ананаса ты хочешь, так понимаю? Давай, давай сделаю. Слушай, тогда, наверное, доставку я сейчас не очень хочу делать. Я хочу сейчас сосредоточиться именно на очередях. Вот грибную я, наверное, доставлю. В принципе, мне за деньгами сейчас, ну как бы, спешить смысла особого нет. По-моему, у нас с деньгами и так все супер. Поэтому я просто буду более-менее на чиле. Давай, наверное, даже ускорю. В принципе, пофиг. У меня довольно много жетонов, поэтому могу себе позволить. Ага. Найс. Держи. Время тратится, ребят, быстро. Очень быстро время тратится. Поэтому надо здесь стараться. Из очередей, видимо. Обе с пепперони луком сделать из песта. Так, песто, пепперони, лук. Не вопрос. Хороший заказ. Довольно-таки приятный, потому что пепперони у нас автокладка. Сыр, пепперони и лук. Правильно? Да. На всякий случай перепроверил, ребят. На всякий случай. Никогда не знаешь, что там, как вот повернется, что-то там из головы вылетит и все. До свидания. Поэтому лучше на всякий случай перестраховаться и уточнить, так сказать. Раз, два, три. Раз, два, три. Найс. Идеально. Просто идеально. Держи, пожалуйста. Девять баксов у нас. Чай нормас, ребят. Поднимаем денежки тоже. Только в путь. Хочу пиццу, которая наполовину соленая. Так, давай, ребят, сразу же переспрашиваем. Половина сыра, оливки, анчоусы. Так, значит, в любом случае делаем соус. Сыр, оливки с одной стороны. Два, три. И анчоусы тоже с той же самой стороны. На всякий случай, опять же, лучше сделать так. Сыр, пепперони, сосиски, оливки, бекон, ананас и ветчина. На пепперони, сосиски, оливки, бекон, ананасы, ветчина. Нормас. Вроде бы, несмотря на то, что мы два раза переспрашивали по этому настроению у него не очень по понятным причинам. Но зато мы все сделали четко и правильно. Это не самый приятный заказ, ребята. Я бы больше был тыхался бы с тем, чтобы понять, как что, куда раскладывать. Я уже делал его неоднократно, но он реально запарный. Поэтому лучше уж вот так сделать, на мой взгляд. Так, доставочка приехала. Хорошо, грибную отдаю. Опять же, долго тянуть не буду, новую не буду принимать доставку. Сейчас мы сосредоточились на клиентах. Так, что там он хочет? Пшеничная с базиликом. Хорошо. Пшеничная с базиликом. Окей. Сыр и базилик. Вот на базилик, конечно, я бы в последнюю очередь, наверное, брал бы автоукладку. Потому что, в принципе, базилик довольно редко появляется. Первое, на что я бы брал, это вот грибы, там, может быть, перец, может быть, оливки, что-то такое. Это, наверное, вот основное. Даже на сосиски я бы не брал, на самом деле, потому что пепперони есть. Если я уж сосиски беру, то чаще всего берут еще и пепперони. Поэтому это уже такое. Ананас свопиться спешно. Хорошо. Хорошо. Я очень надеюсь, что очереди не будут теперь постоянно. Потому что это, честно говоря, немножечко напрягает. То, что у них так быстро настроение портится. Хотелось бы, конечно, чтобы все было более спокойно. Готово. Я также не знаю, стоит ли мне ускорять еще раз, учитывая, что уже конец дня. Думаю, что не буду. Думаю, что и так все, в общем-то, более-менее норм. Пожалуйста, держите. Хорошо. Слушай, пока я ничего нового не вижу, кроме очередей. Пепперони, сосиски, грибы, лук, оливки, перец. Это максимально получается, да? Вроде как. Сейчас посмотрим. Ну, вроде бы, когда. Пепперони, сосиски, грибы, оливки, перец. Пепперони, сосиски, грибы, лук, оливки, перец. Да. Все хорошо. Даже я сам на одну меньше назвал. Она назвала все, которые нужны. Это, по сути, максимальная пицца. Да, вот сейчас вот грибочки там или сладкий перец авто уложить, это было бы топчик просто. Это экономит и время, и силы нажимать меньше намного. Поэтому это было бы, конечно, очень хорошо. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, что действительно в следующей серии уже купим. Я думаю, что и сюжет в следующей серии попрет, и автокладку мы тоже с вами купим. То есть это будет прям полноценная серия. Сегодня все-таки у нас такое промежуточное немножко. Ну, зато мы узнали, что такое пицца тайский цыпленок. И вот открыли четвертую главу, что, мне кажется, тоже неплохо. 8 баксов чаевых, очень хорошо. Здесь у нас с вами гавайска делается с креветками. На всякий случай переспросим. Креветки и ананас. Окей, окей. Я знаю, что такое гавайская пицца. Мы уже тоже делали этот заказ. Но, опять же, лучше переспросить, ребят. Иногда лучше переспросить. Тем более, что задание есть на переспрашивание. Поэтому мы никогда это не делаем во вред. Если мы переспрашиваем, это всегда хорошо. Потому что за это у нас с вами делается задание. Кстати, креветки на этот вообще, наверное, один из самых редко используемых ингредиентов. Очень редко он попадается. Поэтому мне даже нравится на них смотреть. Они довольно прикольно выглядят. Так, хорошо. Держи. Найс. Пять баксов. Следующий клиент. Вы, наверное, меня не помните. Приходил во время пицца-кона. Знал максимально победишь. Макси-пиццу. Хорошо. Хорошо. Нормальный заказ. Максимально пицца. Это хорошие чаевые всегда. Поэтому почему бы ее и не сделать. Ну и это уже, видимо, последний заказ. Судя по тому, что день заканчивается. В принципе, там у нас тоже осталось один-два клиента вроде бы. Ну, ничего страшного. Оливки. Давай, скорее, 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 скорее. Делаю максимально быстро. Ну вот, опять же, два максимальных заказа было за сегодня. То есть, по сути, я бы мог сэкономить время, опять же, если бы у меня были автоукладки. Короче, ладно. Реально, купим в следующей серии. Странно как-то. 4% остается. Я не знаю, вообще, успею я или нет сделать, пока у нее хорошее настроение. Наверное, вряд ли. Посмотрим сейчас. 50. Успел. Ха! Нормас! 6 баксов, ребят. 6 баксов. Хорошо. Странно, да, что вообще ничего нам не дали. Вроде бы четвертая глава началась, но при этом вообще как-то безинтересно. Ну, ничего страшного. Я думаю, что в следующей серии уже что-то, да, начнется. А на сегодня, пожалуй, что все. Увидимся уже совсем скоро в новом видео, дорогие друзья. До скорой встречи и пока-пока.